А теперь давайте переходить в другой квадрат Это у нас будет С2, уже наш родной И будем уже следовать пещеру Корока С ним мы точно быстро разберемся Учитывая то, что здесь у нас по большей части только одна нежить водится Тут у нас, например, находится Светилище зомби Ну тут, как ни странно, пока что зомби мы не встречаем Зато тут есть у нас кофин крипы Не самые приятные ребята Скажу я вам А вот они сами зомби, кстати говоря Ну и в общем-то Другая сторона будет являться своего рода продолжением Как вы знаете Все, это все, что из представляет из себя вот Светилище этих зомби Да, ребят Тут у нас только нежить и водится Ничего больше С другой стороны сюда нужно будет идти, чтобы получить предложение для клирика И нужно будет идти, насколько я понимаю Так, ну давайте сейчас мы убьем их скорее нежити И нужно будет идти вот сюда Это у нас гробница Корока Ну мы туда сами не пойдем Потому что, как бы, время наше еще не пришло Потому что для того, чтобы пройти внутрь Нам потребуется такой предмет, как Admit 8 pass То есть, может быть, admin 8 pass Чтобы уж как-то правильно это разнести В общем-то, он уже есть у нашей клеречки Уже все, что надо у нее есть Я остался только в одиночку тогда сходить вместе с варом, возможно И там всех вынести Кого потребуется Ну там еще нужно будет под конец барьера Татьяну включить Сходить в одну точку И после этого уже объединить Корока с его телом Вот, пожалуй, и все Ну где-то здесь у нас будет находиться подсказка То, что СТСО у нас будет находиться На дереве в лесу потерянных душ Ну, даже нам об этом подсказали Пещеры друидов, насколько я понимаю То есть, пещеры под друид-поинтом То, что тоже вот об этом закинание И его можно будет найти Если идти на юг от замка Woodhaven Вот, пожалуй, все Оставшуюся часть подземелья буду проходить уже С клириком в одиночку Вернее, вот Этот оставшуюся полость Потому что Само по себе подземелья не так интересна Потому что никаких сокровищ-то нет Они только противники, ребята Серьезно То есть, вот зомби, скелеты Все в этом роде Тут, конечно, есть еще и высшая нежность Она будет встречаться уже В нижней области, например Ну и все Могу, конечно, посетить еще, например Противоположную область Вот этой И посмотреть Может, что-то не так вот это интересно еще Пойдется Танцующие кости наши любимые Которые могут бить только женщины И затем здесь у нас А, ну ладно Это рандомный инкаунтер Все Понятно все с вами Входим от них И все Выходим с пещеры Корока Ну и если кто еще забыл Здесь у нас будет находиться заклинание Майкалоида Все Теперь мы точно отсюда выходим И у нас остается, значит Только одна пещера Это пещера Мюрея Давайте тогда переходить Б4 Конечно, мог бы оставить этот курорт Уже на потом Я имею ввиду то, что Из предыдущей серии Про исследование мира Кстати говоря Возможно, мне уже Удастся показать Аквазавр Живкую табики Ну, видимо, не получилось Ну ладно Кстати говоря, уже 140-й день Точно не ступил А цирк у нас закроется На стены десятой Если не ошибаюсь Ну ладно Пойдемте, значит К Мюрую в гости Посмотрим, что у него там Будет Из Интересного Так, ну опять Эти две Атлантики Нетрадиционной ориентации Которые вместе моются Там, скажем Спинку себе моют И все в этом роде И другие Интересные области Скажем так Так Давайте-ка Активируем глаз чародея И пойдем сюда Вот Это у нас, ребятки Да, пещера Мюрея И эта пещера Будет интересна тем Что она будет Довольно-таки такая Трольная, я бы сказал Ну, во-первых Здесь у нас встречается Камерная голема Которых может будет Убить только имплозии Ну, или просто Какими-то Высшими заклинаниями Ну, как-то так Вот мы их всех Изобили И к тому же Нам тут пишут Только сюда Может будет идти Только Мюрея И, ребят Вообще-то Здесь у нас Будет находиться Его прям сокровищница Так Попробуйте Только украсть от меня Сокровища И вы почувствуете Последствия Слюбовью Мюрой Так Ну, клад его Будет находиться Вот здесь вот Если мы попытаемся Украсть Насколько я помню Это восстанавливает Всем нашим персонажам Вообще Самые минимальные параметры Так что Ну, нафиг Такое удовольствие Могло, конечно Пригодиться поначалу Но, с другой стороны Тут у нас Причем как телепорт Особо не работает Да, так и есть В том числе Фейералайз тоже Да, конечно Так что Нам придется По-любому сражаться С этими Камерными големами Когда мы уже Станем достаточно крутые Уже с фотонными клинками Ходить Так что Смысла в этом кладе Особо не вижу Нет, там, конечно Будет там Дофига золота Нисколько миллионов Насколько я помню Или что-то в этом районе Ну, в общем, да Не стоит туда идти Явно, ребят Я вас предупредил Ну, нам здесь пишут о том Что высший друид В друидской пещере Обладает таким заклинанием Как божественное вмешательство В принципе, оно у нас уже есть Спасибо ему за это Так, затем Выходим отсюда Заходим сюда Так, и Нам тут пишут о том Что где находится Сфера стихии А у нас находится В пещере Колдунь и Дон В точке 10-15 Ну, она у нас Так уже есть Намучили с ней, конечно Первый раз Потому что Я забыл о том Что у меня как бы Навемника в команде Та не было Кому бы ее можно было передать Чтобы она нас Из пещеры пустила И, ребята Что-то самое забавное Навемников Она почему-то из пещеры Выпускает То есть они с ней Спокойно уходят Вы почему-то нет Не знаю Почему так все устроено Ну, видимо Сфера к навемников Относится как-то по-другому Так, затем Здесь нам пишут О том, где спрятан Сибул Видимо, мужества То есть Один из мечей рыцарства Находится В Д4 С координатами 411 Все С этой небольшой области Мы закончили Так что давайте-ка Переходить Вот сюда вот Так Дверь закрыта Открываем Ага Не допускаются У нас наемники Ну, окей, ребята Если кому интересно То здесь у нас Находится Мюррей С другой стороны Седаша может быть Будет попасть Совершенно безнаказанно Из пещеры Колдуньи Дон Как ни странно То есть Из пещеры Его соперниц Казалось бы Затем Если пройдем чуть дальше То нам скажут То, что Не допускается Те, у кого Нет навыка Героя или героини То есть Если у вас не будет Хотя бы одного героя С таким навыком В вашей команде То Вас дальше не пустят Но в последнем Знаке будет написано То, что тут Нутри Мюррей Ну и в общем-то Все с ним Может будет уже поговорить Мы и так уже С ним разговаривали Даже выполнили его задание Больше мы туда не заходим Так, теперь давайте-ка Пойдем уже В верхнюю область Посмотрим, что здесь А здесь у нас Калмовой гигант Да, здесь есть у нас Кое-какие рандомные Точнее На фронтфикс Фиксированный Каунтер Присущие закрытые двери Как же без них Непонятно, правда Что тут особо закрывать Точнее, отчего Так, а здесь у нас Находится Несколько Так сказать Может быть Скляночек С каким-то соком Мюррейски Гуфи Джуз И если попить Насколько помню То это вам дает Всего лишь один Одну единицу здоровья И 200 единиц магии Ребят Этот сок Никогда просто не пейте Особенно Я его Сейчас не буду пить Учитывая Сколько у меня Сейчас здоровья И сколько магии Да ладно Так, ну нам тут пишут Там место расположения Меча Погородство Каких координатах Располагается Ну и видимо Были также информации О последнем мече Если судить логике Этого подземелья Все, ребятки Нам осталась только Последняя область Так, ну и тут у нас Родовные энкаунтеры Как же без вас Так, от них Нам удалось прятаться Офигеть, конечно Сколько тут противников Так, удастся ли мне Их подкупить Скажем, золото Конечно нет Ладно, ребятки Подождите немного Так, расправились Идемте дальше И там у нас было По-моему что-то написано О том, что там у нас Точнее вот здесь У нас располагается Лаборатория с монстрами Так, куда стали ли Мне вас подкупить Тем же золотом Тут же среди вас Есть и дикари Я не знаю Любят ли они золото Как оказывается нет Ладно, ребятки Контрол А Пошел в дело Так, с ними мы Тоже расправились Теперь давайте точно Уже присчитаем Что написано Это двери А, ну вот Лаборатория Сторонний вход Воспрещён Что-то против того Так, вот здесь Должна находиться Какая-то сказка Ну, видимо Нет Опять мне набрало Один справочник С картами И тут В общем-то Лаборатория Казалось пустая Так, ну Клин, опять Этот энкаунтер Давайте вас Подкупим что ли Хватит ли вам 900 Точнее 9999 золотых Как ни странно Хватило Несмотря на то Что там офигеть Сколько много было Благородных рыцарей Или бесконечных Да, по-моему Как-то так Они назывались Эндекс Так, и давайте-ка Сделаем себе Наш любимый Глаш-чародея Так, интересно Как сюда попасть Должно быть Определенно Что-то полезное Ага Очередная лаборатория А, ну и здесь У нас уже пошел Какой-то фиксированный Энкаунтер В котором, видимо 6 колдунов И 20 взрывных спор Пожалуй, вот и все Ладно Входим за это области Больше нам тут делать Нечего Так, и дальше У нас будет еще Одна лаборатория И я надеюсь Что там что-то Интересное все-таки будет Так, ну здесь у нас На улице информация Последняя меча рыцарства Меч доблести, по-моему Или что-то вроде того Ну, в общем-то Спрятан В квадрате А2 Горными людьми И терен веками Можно сказать Так Ну, с этими тоже Придется сразиться До свидания Так, и Следующий энкаунтер Поехали По-моему Здесь в мапиришке крыс Еще 243 Девы-боительницы О, это будет весело Так, от вас мы откупимся Стараемся Нет Женщин, видимо Деньги не устраивают Так, ну все Большая часть женщин Конечно от нас убежала Учет в то, что Дамаг этих могла Только с Ирена Но мужики До них Почему-то не доставали Ну, учитывая Как у меня высокий уровень Они, понятное дело Будут в общем-то И давать дюру Так, ну Здесь у нас будут находиться Большая часть Один только инкаунтер Больше ничего То есть никаких там сокровищ Затем Ну, это у нас была Вторая лаборатория Сейчас пойдем в итоге В третью Недавно совсем говорил То, что это будет вторая Но скорее вторая будет Имею ввиду То, что противоположная Вот этой Ну ладно Заходим внутрь Так, ну Это уже что-то Тут у нас хотя бы Нежить есть Попробую спрятаться Все, получилось Отлично Мне даже не придется Это обрезать Потом Так, а здесь у нас Будет находиться Очень важное сообщение Ребят Пригодится по сюжету И, в общем-то Здесь у нас пишут о том Что король Каллан Сражался С непобедимым Мегадраконом В девятом веке В квадрате 4 В точке 45 Ну, опять же, ребят Тут немного не то Как бы Девятый век Это сейчас идет А так Подражался он с ним В восьмом Я не знаю почему Но тут почему-то Подсказки И насчет каких-то Определенных веков Пишут совершенно Неправильную информацию Я не знаю Чего это может быть связано Ну, ладно В общем-то Теперь мы уже знаем Где будет находиться Мегадракон Оказывается Находился в прошлом И вместе с ним Сражался некий Король Каллан Ну, в общем-то Ребят Я вам так скажу Что Что вообще Представляете себе Этот замок Забран О котором мы когда-то Говорили Что хранитель тайны И все такое Хранитель секретов Даже если быть точнее В общем-то Это и замок Короля Каллана И он в итоге Стал разрушен Ну, а если мы Каллан спасем Это все-таки Удастся нам это сделать То он даже станет Правителем Да, он станет Правителем Крона То есть он будет уже Являться правителем Королевского дворца Заместра Королева Аманды То есть Королева Аманды Является его дочерью И она Когда Как только мы к нему пойдем Точнее к ней Да Она нас попросит Спасти его отца И возможно тоже попросить Попросить помощи Лорда Пибоди Чтобы Может было туда Побраться Ну единственное Она Спросит у нас Только после того Как мы уже Станем избранными И получим Точнее выиграем Побою На каждый из арен С помощью Черных билетов Вот в общем-то и все Какой-то такой-то У нас сюжет Правда Я далеко не все вещи Рассказал Который нам потребуется Сюжет И конечно уже Начал очень много Сочевать Спойлерить Ну как бы Это все уже Следующая серия Вероятно всего будет Так что Уже готовься к тому Что нам придется Путешествовать Прошлой там И возможно с королем Точнее Этому королю Калону помогать Уже хотел сказать Что с королем Сражаться На самом деле Мы будем сражаться Мегадраконом С ним конечно Сражаться далеко не обязательно Но я вам этот бой Тем не менее продемонстрирую Потому что Я уже достаточно крутой Чтобы такого противника Можего было победить Учитывая даже То что Каждый из моих персонажей Гораздо больше здоровья Чем у него самого Ну и большинство из них Потому что Мегадраконов Все таки 64 тысячи хп Сколько я понимаю Максимальных И на него Не действует Обычно оружие То есть Его придется Мочить магией Ну ладно В общем то Последнее что я сделал Как и обещал Мы сходим в цирк Учитывая то Что сейчас у нас Уже стал открытый Так Ну ладно Давайте тогда Переходить В квадрат Б2 Где эта цирка Находится Уже покажу его В действии Еще расскажу То что цирк У нас закрывается На 110 день Так Ну и теперь Давайте поиграем Здесь некоторые игры Предлагает нам Здесь Тест на силу Видимо Потом еще Поцелует у нас Тест на выносливость Вернее Даже не тест А испытание На Личность Даже не выносливость Да Затем Хоршиус Это у нас Что-то может быть Интересно Так Ну мы выиграли куклу Промазали Ну это у нас Подкова Даже не знаю Что это может означать Ну-ка давайте Сейчас посмотрим Если сила первая То тема Это у нас Личность То Что может Длиять на подковы Ну скорее всего Это меткость Раз нам писали То что-то мы промазали Затем Head Dunk Это у нас Скорее всего Интеллект Или нет И Best Out Так Ну это точно Скорость Испытание Затем Шестое Это испытание На удачу А седьмое Шелки Это у нас Скорее всего Выносливость Мне почему-то так кажется А может быть Наоборот Что вот Head Dunk Это у нас Выносливость А это у нас Интеллект Получается Ребят Я точно не знаю Что-то вот Одно из двух Ну по крайней мере Как только мы Выигрываем в этих играх Мы всегда будем получать Ну в случае победы Вот эти куклы Нам понадобится Сейчас только одна Так Теперь давайте С помощью нашего мага Мы перейдем Квадрат Д3 И используемся С помощью Одного такого Необычного паренька Так От этих мы убегаем Дурачков Так Ну видимо здесь Он всегда будет находиться Этот рандомный каунтер В общем-то Этот необычный товарищ У нас будет находиться Где-то В окрестных лесах Вот здесь Все Вот мы даем ему Эту куклу Теперь он точно Должен будет залечить Тут Источник Во внутренних пределах И мы туда как раз Сейчас отправимся Значит мы сейчас Переместим с Так ну Погодите А куда мне дело с магией Ладно Так значит 3-2 Е-3 Так теперь Мистер волшебник Колдуйка нам в глаз Чародея Или покорить Немного не то Мы даже что будем Например Все таки Колдовать В глаз Орла То есть 2-1 Так От этого Мы сейчас убегаем Так Мистер волшебник Помогай нам 4-6 Так Значит Источник Во внутренних пределах Что же ты будешь делать-то Ребят Ну это уже не смешно Я только разворачиваюсь На меня сразу же нападают Еще здесь Энкаунтер Что же будешь делать Я что-то постоянно Тут уже под конец Начинаю сбегать Дайте мне Придемонстрировать Наконец этот источник Ладно 5-5-9 Давайте Ну это уже Относительно близко Давайте теперь Так Мистер волшебник 5-5-9 Еще раз Так Ну все Вот я уже на месте Источник во внутренних Пределах То есть Вот этот Уазис Находится вот здесь И как нам говорят Мы чувствуем себя победителями Все Можно будет даже Сразиться с этими стражами Которые В общем-то даже Ничего уже не охраняют И теперь давайте-ка Переместимся обратно в цирк Посмотрим Что это нам уже даст Так Ну у меня меньше всего Тут как видите Той же самой меткости Или поколите Личности может быть Так что давайте-ка Мы личность поднимем Попробуем Значит П-2 Давайте Так Ну и теперь Испытание на поцелуй Давайте-ка Все вот мы выиграли Как видите 10 личностей Хотя с другой стороны Я думаю Было бы лучше То знать Что дает Например Хаттанг Давайте-ка Мы это сейчас и делаем Выиграем все-таки Очередную куклу И снова пойдем К тому Деду Чтобы он нам дал Возможность Воспользоваться Тем источником Давайте КД-3 Затем Будем уже телепортироваться 6 Или немного не так 5-4 И 5-5 Теперь точно 6 Все заходим К этому деду Снова разрешает нам Пользоваться тем источником Так 3-2 Ки-3 Вверх мы телепортируемся На 9 единиц 9 5-5 9 Так Снова пользуемся И теперь пришло Самое время Узнать Что же это за игра Так Так В2 Заходим сюда Хаттанг Что это интересно Нам даст Или шалкейм Лучше Давайте-ка попробую Себе повысить в нос Я все-таки думаю Что это вот это Нет Это все-таки интеллект Окей Ну ладно Вроде бы как Это интеллект Вот этих товарищей Это никак не влияет То есть у них Сколько было 255 интеллекта Так и осталось Хотя с другой стороны Давайте-ка сейчас проверимся На грифонах Раз нам досталась Такая возможность Так смотрим Если у них Даже сейчас стало Поменьше интеллекта То это даже не так страшно Учитывая то что Я уже все равно Не зачаровал Никакие вещи Так как видите У них уже 100 интеллекта Что у лучника Что у мага То есть максимально возможно Который может выиграть цирки Точнее с помощью него Соответственно Тут никакого переполнения Даже не идет О котором уж когда-то говорил Здесь у нас просто Да Если у нас и так Уже высокое число То это у нас просто На сотни устанавливается Вот как-то так Ребята У нас цирк работает Выигрываете куклу Идете к тому деду Он вам разрешает Пользоваться источником Источником пользуетесь Чувствуете себя победителями Идете в цирк И вам погушат параметры Единственное то что Да делать это только один раз Ну и все Давайте тогда перемещаться Обратно На шкурат Миддлгейт И в следующий раз Мы будем уже Вниматься более интересными вещами То есть Вещи Которые будут уже Интересны по сюжету Уполнение заданий На классу продвижения Затем Разговор с королем Ламандой Спасение короля Калана Возможно путешествие По стихийным измерениям Мы также побываем В замке Забра Что будет потом Уже под конец После всего вот этого И это Ребятки Большой секрет Этот я уже точно Расскажу Ничего не буду Так что Давайте-ка Заходить В гостиницу Миддлгейта Сохранимся здесь Ну и в следующий раз Да Будем уже Становиться избранными Возможно Всем до скорого